В минувшие выходные в Сан-Антонио, штат Техас, США, состоялся поединок между мексиканцем Орландо Солида и украинцем Василием Ломаченко, который всего во втором профессиональном поединке пытался завоевать титул чемпиона мира. Нить главных событий поединка берет свое начало со взвешивания, где Солида скорее всего намеренно не стал укладываться в рамки полулегкого веса, перевесив лимит на 1 килограмм. Ломаченко же успешно уложился в лимит. Перевес Солида означал потерю титула, но при этом для Ломаченко пояс оставался на кону. Но история с весом не завершилась. За 32 часа с момента взвешивания Солида сумел восстановить аж 8,5 килограммов и в бою весил 66,7, столько же, сколько боксеры, выступающие на 2-3, а то и 4 весовых категории выше. Боевой вес Ломаченко был 61,7 килограмма. Первый раунд прошел осторожно и с небольшим количеством ударов. Солида 5 точных ударов, Ломаченко 3. Со второго раунда боксеры стали активнее, но при этом Солида делала расчет на активность, выбрасывая от 45 до 75 ударов за раунд, в то время как Ломаченко старался работать экономно и точно, выбрасывая за раунд от 30 до 40 ударов. Работа рефери в этом поединке была крайне спорная. Один из первых показательных моментов. Кол дает команду стоп, после которой Солида наносит удар ниже пояса, но никакого внимания со стороны рефери этот момент не удостоился. Первое предупреждение за удар ниже пояса Солида получил лишь в восьмом раунде. Тактика Солида была проста – атаковать корпус, чтобы замедлить более проворного и быстрого соперника. Еще перед боем, на встрече с комментаторами HBO, Солида сказал, что будет использовать те приемы, с которыми Ломаченко еще не встречался на ринге. И уже во втором раунде стало понятно, что мексиканский боец не стесняется наносить удары иногда немного ниже пояса, а иногда значительно ниже. Если Солида опирался на свои габариты, напор и ударную мощь, то Ломаченко брал свои эпизоды за счет работы ног, скорости и комбинаций. После половины боя статистика точных ударов была равной – Солида 54, Ломаченко 55. На карточке независимого судьи канала HBO Харальда Леттермана счет был 58-56 в пользу Солиду. Какое бы отношение ни было к действиям Солида со стороны болельщиков, но в этом поединке он на практике продемонстрировал Ломаченко целый набор различных приемов – удары ниже пояса, движение головой вперед, незаметные для рефери удары в клинче, удары на выходе из клинча. Перед боем Ломаченко сказал, что лучший удар Солида – это апперкот. И в восьмом раунде Василий пропустил, вероятно, самую жесткую атаку в исполнении Солида, когда тот поймал его двумя тяжелыми апперкотами. После восьми раундов статистика точных ударов стала еще ближе, чем была. Теперь счет точных ударов был равным – 82-82. В заключительный третий бой Солида начал угасать и дела у Ломаченко пошли лучше. В десятом раунде Ломаченко выучил один из уроков Солида и вышел из клинча с ударом, хотя и мимо. Хотя свой первый бой на профессиональном ринге Ломаченко выиграл нокаутом после удара по корпусу, по мнению комментировавшего этот бой Роя Джонса, Ломаченко стоило уделить больше внимания этому компоненту. В любителях эти удары по сути бесполезны, но в профессиональном боксе это важный и зачастую недооцененный момент. В последних двух раундах под уставший Солида изменил тактику и пытался вязать Ломаченко в клинчах, из-за чего Василию приходилось буквально вырываться из мексиканского капкана. В заключительном раунде Ломаченко удалось потрясти Солиду ударом слева в разрез, затем последовала длительная атака и в какой-то момент показалось, что Ломаченко близок хотя бы к тому, чтобы заработать нокдаун, но опытный Солида предпринял все меры, чтобы этого избежать, включая серию ударов ниже пояса. Продолжение следует... Сразу же после боя канал HBO уделил особое внимание одному из ключевых элементов тактики Орландо Солида в этом поединке, и это далеко не все эпизоды. По общему количеству точных ударов Ломаченко превзошел Солида, но это преимущество образовало за счет работы Джебом 59-5 в пользу Василия. По силовым ударам преимущество было у Солида 137 на 105. Общая точность работы у Ломаченко выше 37% против 22, но Солида выбросил на 204 удара больше. На графике Punch Zone видно, что 70% ударов Солида пришлись по корпусу Ломаченко, в то время как украинский боксер в основном сосредоточился на ударах в голову. Самое главное, что нужно понимать в боксе, это то, что поражение всегда возможный вариант, но бойцов мирового уровня от всех других отличает умение извлечь максимум из поражений и сделать шаг вперед, а такое поражение Ломаченко может стать для него целым прыжком. Продолжение следует...